Первый спарринг турецкого сбора позади. Какие Ваши впечатления от игры с «Артышом»? Впечатление двоякое, потому что содержание футбола, показанное в первом тайме, содержание футбола, показанное командой «Факли» во втором тайме, это совершенно разные. Разные картинки, разные картинки. Для этого экспорационализ по первому тайму у нас совершенно не держался мяч в средней части поля, связанное с тем, что на позицию центрального полузащитника решили дать возможность посмотреть в контрольной игре Батяева. Батяева в связи с тем, что у нас травмирован пока на данный момент. Бикетов и связка Бикетов-Мугнин, конечно, предпочтительней, выглядит намного в плане организации игры. От центральной оси зависит, от двух центральных полузащитников очень многое зависит. Но молодой парень немножко не попал в игру, растерялся, очень много потерь было, поэтому здесь и слабее намного сыграли два фланговых по первому тайму. Два фланговых наших полузащитника и Турики, и Захаров. Поэтому очень медленное развитие атаки было со стороны защитников, потому что центральные полузащитники должны подстраиваться и вести игры. Это у нас по первому тайму не было, поэтому были такие моменты, которые, скажем так, подходы, которые могли закончиться взятием ворот. Два момента, когда напережение головой два раза Бирюков реально угрызал в первом тайме. Второй тайм мы сделали перестановки. Перестановки сместили сюда, в центральную зону Турика. Вышел Василенко на фланг. Хотя это не его позиция, он крайний защитник. Но я скажу, что сыграл он вполне достойно. Я хотел от него убыстрить атаку, ширину атаки при развитии дати. И здесь и Турик намного интереснее в центральной зоне. Они с Мурниным начали комбинировать, контролировать. И остроты, конечно, впереди, в передней линии придал игре во втором тайме мячу. И картина совсем другого характера. Мы владели полностью инициативой. Единственное, что не довели до логического завершения, до забитого мяча. А так по второму тайму картина намного интереснее была.